В Ленске работает правительственная группа во главе с первым вице-премьером Алексеем Стручковым. В первые дни делегация разбилась на группы и посетила с отчетами все наследия района. Накануне члены правительства отчитались перед жителями районного центра. Подробности далее. Традиционно в первой половине дня был проведен личный прием населения. Граждан особенно волнуют вопросы улучшения жилищных условий, качества оказываемых медицинских услуг и услуг ЖКХ, а также вопросы социального характера, такие как льготные авиабилеты и поддержка многодетных семей. В соответствии с требованием законодательства в течение одного месяца все граждане, которые побывали на приеме у всех членов нашей рабочей группы, они получат обоснованные ответы в письменном виде от министерств ведомств и лично от тех специалистов и руководителей министерств, которые проводили этот прием. Во второй половине дня перед горожанами отчитались члены правительства. На отчете много вопросов было задано по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Напомним, что в городе Ленске 221 жилой дом признан аварийным после 2012 года. Но учитывая то, что программа переселения первого этапа закончится уже в сентябре этого года, ленчат волнует судьба домов, не попавших в действующую программу. На федеральном уровне пока решение о продлении действующей федеральной программы на расстеление граждан из аварийного и жилищного фонда пока еще не принято. Но мы надеемся, что деятельность фонда содействия реформирования ЖКХ будет продолжена. Но даже если на федеральном уровне эти решения не будут приняты, то на региональном уровне мы будем продолжать второй этап. Другой вопрос, что это может быть растянуто во времени. Также были заданы уже ставшие постоянными вопросы возможность свободного пользования вдоль трассы и проездного СТО, реконструкция Ленского аэропорта, строительство спортивного комплекса. Также с нерешенным с прошлого года вопросом обратилась жительница города Ленска. Я задала вопрос о строительстве дороги в микрорайон Северный. Мне Алексей Александрович дал ответ о том, что в плане строительства дороги стоит. Этот вопрос они контролируют. Соответственно, будет выделение средств из республиканского бюджета и дорогу будут все-таки строить. Можно отметить такую тенденцию. В последние годы на отчетах правительства основной массой задаются вопросы личного характера. Это говорит о том, что наболевшие проблемы постепенно решаются. Ликвидирована очередность в детские и дошкольные учреждения. Приобретен долгожданный компьютерный томограф. Построена клиника матери и ребенка. Начинается строительство школы в Селеталон и поликлиники в поселке Витим. Продолжается возведение новых жилых домов. Столько лет жить в таком холоде. Все вот каким-то страхом. Какие-то там туда ходи, сюда ходи. Вот это письмо, вот это, этому человеку. Как футбольный мяч у нас в спина. А сейчас теперь довольны. Все-таки не просто так у нас сидят начальства, думаю, на верху. Все нормально, сейчас довольны. По итогам отчета правительство проведет ряд рабочих совещаний, на которых будут приниматься решения по всем озвученным вопросам. Стана Балеева, Алексей Семенов, Анвакасара, Ленск.